Всем привет! Давно не разговаривали, и я хочу ответить на вопросы, которые люди мне задают во время переписки. Один из первых вопросов был по поводу режима. О режиме я хочу сказать, что режим, хотя и считается основной задачей и потребностью для хорошего функционирования аутиста, то, что нужно знать о режиме, это то, что режим исходит от самого аутиста. И если он не исходит от самого аутиста, тогда это яркая противоположность тому, что может ему помочь, что является нашей задачей. То есть так, сейчас я попробую это объяснить. Аутист сам по себе функционирует по своему времени, по своим собственным часам и по своим собственным дорожкам ходит. И у него свои мысли, и у него свои планы. С самого детства, от самого маленького человечка до самого взрослого возраста всегда так было и всегда так будет. Теперь так. Как же нам в этом разобраться? Если человек не аутист, он, скорее всего, этого не совсем поймет. То есть он теоретически может понять, но физиологически, психологически, эмоционально он этого не поймет. Просто тогда нужно этому учиться. Так как аутисты учатся вести себя как не аутисты, точно так же не аутисты, которые хотят помочь аутисту, должны научиться, как себя ведут аутисты. Тогда только начнется общий язык, на котором можно разговаривать. Так, продолжаю то, о чем я начала говорить. У аутиста бывает так, что у него своя теория того, как нужно провести день, какой должен быть режим. И он в своем уме будет постоянно искать возможность удовлетворить эту потребность, потребность режима, который просто он сам себе поставил. Теперь так, если вы хотите, если, например, мы разговариваем о ребенке, если вы хотите ему помочь как-нибудь направить его в то русло, которое вы считаете более положительное для него, тогда вы должны с ним договориться, вы должны ему объяснить, что вы имеете в виду. Самое хорошее, это чтобы с самого раннего утра ребенок точно знал, какой у него есть и будет режим. И желательно, чтобы этот режим составлял, включал в себя специальные интересы ребенка. То есть режим желательно составлять с ребенком вместе. Все, конечно, соответствует, зависит от того, что ходит ребенок в школу или ребенок находится дома, в каком возрасте ребенок. Но, если мы даже говорим о взрослом человеке и о высокофункциональном аутисте, мы все равно в семье должны всегда обговаривать режим. Вот, например, что мы делаем в воскресенье? Хотим ли мы, например, с мужем или с женой или с детьми пойти туда или сюда? И об этом нужно разговаривать заранее. То есть заранее нужно составлять планы. И, конечно, в эти планы должно обязательно быть включено специнтерес аутиста. Если специнтерес не включен, значит, просто аутист будет идти просто, как говорится, на поводу у неаутиста и не будет счастлив. Теперь так. Хочу следующий вопрос сказать на эту же тему, очень похожую на то, о чем мы говорили раньше. У аутиста бывают две возможности функционирования. Бывает большое количество энергии и бывает, когда этой энергии нет. Если этой энергии нет, это в основном потому, что он эту энергию тратит. Аутист большое количество энергии тратит, ну, конечно, на много вещей. Но вот сейчас я хочу сказать о переключении с одного вида деятельности на другой вид деятельности. То есть вот при этом переключении аутист тратит очень большое количество энергии. И если у людей не аутистов это даже положительно, переключение вида деятельности считается даже в какой-то степени отдыхом, то аутист это наоборот. Аутист должен большое количество времени посвятить тому, на чем он сейчас сосредоточен. Пока это все у него, пока он не почувствует и не подумает, что он наделал это дело до конца. У него просто так функционирует сосредоточенность. И так функционирует подача энергии. То есть если он занимается своим любимым делом или занимается тем, на чем он понимает, что вот я сейчас буду заниматься этим делом. Я на это дело буду посвящать, посвящу, не знаю, час, два, три своего времени. Тогда он в этом расслабляется, он уже перестает думать о перемене расписания, перестает думать о том, что ой, я чего-то не успеваю, через пять минут мне нужно что-то другое делать. Нет. И он хорошо функционирует в этом, в том, ну не знаю, в том, чем он занимается в этом предмете. Это может быть или физически, это может быть или уборка квартиры, если вы его учите. И он может быть, я даже не знаю, ну чем. Или это вот учеба, или это прогулка, или это какой-то еще специнтерес. То есть, что бы это ни было, он должен знать, что какое-то большое определенное количество времени его никто не будет отвлекать. Абсолютно. Его просто нельзя отвлекать. Тогда он полностью расслабится и достатиться тому, ну вот что, как говорится, по расписанию стоит на этом месте. Вот. Это очень-очень важно. Когда мы говорим о режиме, вы должны понять, что это не ваш режим, это должен быть его режим. Если вы хотите совместить эти два режима, ваш и его, вы должны режим составить так, чтобы... Во-первых, чтобы он был согласен, надо договориться, и чтобы он знал точно. И, конечно, в этот режим нужно включать то, что будет ему интересно, и то, что ему будет хотеться этим заниматься. То есть, если это будет насилие, он... этот режим будет никому не полезен. А второе, этот режим должен в себя включать большие отрезки времени, и не слишком частое переключение с одной деятельности на другую. Вот это вот по поводу режима были вопросы. Следующий момент, это когда аутист занимается своим любимым делом или специнтересом, он может не заметить то, что ему необходимо, не знаю, если ему необходимо поесть, попить, сходить в туалет. Он может просто эти сигналы от своего тела не прочитать. И тогда ему нужно просто об этом говорить, учить и помогать. Например, что-нибудь вкусненькое приготовить, если он занят своим любимым делом. Если вы знаете, что он любит, если это мы говорим о детях, тогда приготовить ему что-нибудь вкусненькое, то, что он любит, и он с удовольствием это съест. Не должно это быть, конечно, в негативной форме подано, что вот, время есть, садись за обед и все эти свои парабозики, короче говоря, выбросим на свалку. Ну и о парабозике это в кавычках. То есть специнтерес или просто занятие, которому ты посвятился, или он, конечно, посвятился. То есть так, то, что если вы его, если вы хотите ему помочь, чтобы он вовремя поел, вовремя оделся, вовремя сходил в туалет, чтобы он, во-первых, должен учиться ощущать свои функции организма со временем, как, когда он будет расти, и если вы будете его учить, тогда он со временем постепенно начнет это понимать. И нужно это все, конечно, в очень мягкой и полуигровой форме. То есть переключение с одного вида деятельности на другой, и особенно, если специнтерес очень занимает слишком большое количество времени, или не слишком затянуто, тогда нужно деликатным образом что-нибудь другое ему преподнести. То, что вот вы считаете нужным. Очень-очень деликатным. Никаких абсолютно категоричных тонов не может быть, потому что это просто не сработает. И еще, что очень важно, я бы хотела добавить на эту тему, это то, что многие не понимают, что такое специнтерес. Я очень долго на эту тему говорить не буду, потому что это особый разговор, но вы должны понять, что, во-первых, у каждого аутиста есть специнтерес. Обязательно. Обязательно, обязательно, обязательно. Иногда он более ярко выражен, иногда он менее ярко выражен. Это первое. Второе, вы должны понять, что специнтерес, он не всегда бывает один и на всю жизнь. Вот некоторые люди этого не могут понять. Некоторые думают, что вот да, вот если это физика, математика, литература или что-то, это один специнтерес, на всю жизнь и больше его ничего не интересует. Это не так. Специнтересы могут меняться, но они меняются, то есть пока он не поменялся, для аутиста ничего не существует более интересного и более доставляющего ему психологическое, эмоциональное, ну не хочу сказать слово удовольствие, только не то что релакс, только просто эмоциональный смысл жизни, психологический смысл жизни, это вот его специнтерес. Если он существует на этот момент, тогда, чтобы вы ему не предложили другое, оно не будет работать, но иногда этот специнтерес он сам по себе исчерпывает, например, он считает аутист как-то там, что он уже освоил, например, этот предмет, и его сейчас тянет немножко к другому предмету, если мы говорим об интеллектуальных видах деятельности, это происходит настоящим натуральным образом, и обычно, если деликатно, как-то аутиста можно переключить с одного интереса на другое, но это нелегко, это процесс, и должны быть какие-то общие точки соприкосновения, например, одного специнтереса и другого, тогда можно из этого вытащить немножко сюда. И, конечно, самое лучшее и замечательное, это если аутист соединяет свой специнтерес со своей профессией, тогда, конечно, он будет счастлив. Во всех других случаях, ну, тогда нужно просто ему другую немножко терапию. Еще, если какие-то у вас вопросы, обязательно мне задавайте, я с удовольствием буду на них отвечать. Если вы новенькие еще на моем канале, это мой канал существует, это первый год где-то полгода находится, после того, как я получила свой диагноз во взрослом возрасте, я сама педагог с большим стажем, работаю в Соединенных Штатах, преподаю литературу в старших инклюзивных классах и с удовольствием отвечаю на все вопросы и по поводу педагогики, и по поводу аутизма. И, если вы не подписались на мой канал, подписывайтесь, обязательно включайте вот такой маленький колокольчик, там стоит, чтобы, когда у меня получится новое видео записать, уведомления к вам придут. И обязательно делитесь, ставьте лайки, и до скорой встречи, всем всего самого хорошего, всех люблю, пока-пока!